Сегодня вся страна вспоминает погибших во время крушения теплохода Булгария. Среди них и трое жителей Самарской области. Судно затонуло 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в трех километрах от берега. Трагедия унесла жизни 122 человек, в том числе 28 детей. Поисково-спасательная операция продолжалась 16 суток. И уже два года тянется судебный процесс. Возбуждено уголовное дело среди причин целый ряд нарушений. До сих пор точку в этой истории ставить рано. В разгар сезона речных круизов. Алена Алешина разбиралась, кого и чему научила трагедия. 79 прибывших в Казань. Это все, кто смог спастись. Самарец Денис Сабиро в одночасье потерял почти всю семью. Двух пятилетних сыновей, маму и тетю. Билет на Булгарию был подарком к их дню рождения. Мы были на Волге. В этот день тоже отдыхали с друзьями, с женой. Товарищ позвонил, сказал. Дизель-электроход, построенный в Чехословакии, в 1955 году ушел под воду за считанные минуты. Уже после трагедии выяснят, судно было технически неисправно. Грубо нарушена техника безопасности, а члены экипажа оказались попросту не готовы к экстренной ситуации. Как выпустили Булгарию в рейс, выясняют до сих пор. Впрочем, в этом нет ничего странного. Документ, который обязывал судовладельцев пройти проверку перед выходом в рейс, упразднили. И теперь сам владелец решает, вкладываться ему в ремонт или выжимать из корабля все, что можно. Все это возложено на плечи судовладельца. Судовладелец решает строить ему судно, эксплуатировать ему старое судно. Он решает. Ну, помощь государства есть, конечно, есть. Но, наверное, она на сегодняшний день мала. Потому что мы с вами новых судов-то и не видим. Туристический флот в России не строится. Многие верфи разворованы, а те, что сохранились, простаивают без заказов. Новый корабль слишком дорогое удовольствие. Десятки миллионов евро. Вкладывать длинные деньги наши пассажирские предприятия не хотят, предпочитая сиюминутную прибыль. Недавнее приобретение Самарского речного пассажирского предприятия. Брат-близнец Булгарии, теплоход Петр Алабин. Тоже не первой свежести. Самарское речное пассажирское предприятие Алабин приобрело для коммерческой деятельности. Частями выплачем. Сейчас, пока мы его взяли в аренду. И до конца года будем рассчитывать с хозяином. А почему именно Петр Алабин? А потому что на другое у нас денег нет. Без пяти минут владельцы уверяют, судно исправно, полностью заменена начинка и корпус. В случае чего готов держать удар. Капитальный ремонт прошли, эти данные дизеля. Вот так. В 2010-2011 году. После капитального ремонта они отработали около 3,5 тысяч часов. Всего-навсего. Помогательные дизеля, дизеля, меняли в 2001 году. Я это за наше ярославское производство. Из Самары Алабин пока не выходит. Слишком пристальное внимание у проверяющих органов, поясняют в речном предприятии. Но дальние круизы уже в планах. Тем более, что спрос на речные путешествия растет. Спустя два года после трагедии на Волге люди, выбирая плыть или не плыть, предпочитают надеяться на русское авось. Зачем себя настраивать на плохое? Надо на хорошее. Надеемся на то, что все-таки ответственные за безопасность выполняют свои обязательства. Потом в каютах есть спасательные жилеты. И, в общем-то, надеемся на то, что в крайнем случае уж выплыву. Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий, Алексей Вельмискин. Новости губернии.